Всем доброго времени, суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас с вами игра Half-Life 2. В принципе-то... Всем отрядам доложить на КП. Что я могу ещё сказать? Ничем, мне нечего сказать про эту игру, потому что я ни разу не играл в неё. Я, по-моему, играл в первую часть, минут 10, наверное, насколько мне хватило. И больше не играл. В принципе, что мы будем разговаривать об этом, давайте мы просто начнём. Новая игра, глава прибытия... Всё, в принципе, давайте начнём. Half-Life 2. Игра вроде как на русском. Не знаю, будет ли здесь русская азота. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. И никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром. Пока... Скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек вне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Не знаю, конца от концов. Я сделаю вот так вот по громкости. И беру громкость здесь. Потому что... Вот так вот уберу. Потому что, ну, ужасно вообще. Ничего не слышно. Ничего... Я сам себя не слышу. Я просто ору здесь, сижу. Вот. В целом, в принципе... Можно сказать, что... Можно сказать, что... Мне уже игра нравится. Она приятной такой рисовки, знаешь. Типа... Ой. Ничего не заметил ни в жопу. Да, я настрою себе клавиатуру, мышь. Чувствительность мыши. Давай мы сделаем... На двоечку, наверное. Потому что у меня ужасно... Я забыл, что здесь... Я, кстати, с клавиатурой новой. Просто я ужасно сейчас не привык к ней. И поэтому мне очень с ней тяжело. Я все... Вот. Вот и конец линии. Ну и славно. Я не привык к этой клавиатуре. Поэтому я на него буду часто смотреть и... Добро пожаловать в Сити Семнадцать. Спасибо, да. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити Семнадцать, что решил разместить... Не знаю, будет меня слышно вообще или нет. Давайте мы еще потише сделаем. Потому что, ну, это... Ужас просто. Ужас. Ужас. Ужас просто. Ужас, как громко они разговаривают. Возможно, это не будет слышно. Тип динамиков, наушники. Наушники, естественно. Звук, надеюсь, появится? Появится. ЦИКДЕЛЬ, столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити Семнадцать своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Привет. Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити Семнадцать. Ой, как ужасно. Здесь не безопасно, я думаю. Потому что, ну, не зря же игра-то здесь разворачивается в конце от конца. О! Слышь ты, свинарник туда разводишь, а? Серьезно? Я даже не помню, как я сюда попал. Ну, потому что ты алкаш. Вот почему ты ничего не помнишь. Привет, доктор Брин. Я надеялся, что в Сити Четырнадцать видов его в последний раз. Я собираюсь силами. Молодец. А куда мне нужно идти? Нахрена мне, это лабиринт. Меня объяснили. Вы не знаете, как пройти? Вот там надо обойти. Вот там он. Нет, я сам заблудился. Слушай, ты... Это лучший город из оставшихся. Иди в жопу. Я такого высокого мнения... В смысле стоять? Ты чё, охренелся? Ты чё, блин? Псина. А-а-а. Уйди. Какая-то ошибка. Псина, блин. Толкают меня, видите ли. Тук-тук-тук. Ты как будто чё-то понял, блин. Нет, я туда не пойду. Я туда идти не хочу, ребят. Там кровь на стуле. Там у кого-то был геморрой. Или есть. Или будет. Ну, точно вот что-то происходит. Нет, сам справится. Сам справится, говорит. Сам справится. Не справишься ты сам. Ну, в конце-то концов. Я уж поболтаю с ним наедине. Поболтай. О чём говорить будем? Как дела твои вообще? Я должен тебе пиво. Я знаю. Это я. Барни из Чёрной Меды. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее. Ну ты крыса, а? Ты чё вообще здесь делаешь? Норма избиений. В чём дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой. Ооо. Лысый мужик. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Ново Проспект. Ну, Барни. О чём речь-то ходит вообще? Я не знаю первую часть игры, поэтому для меня это всё дикость. Здесь есть вёдра, здесь есть стены. Я двухметровый мужик. Ты тоже двухметровый мужик. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Да ну что, ну в конце-то концов-то. Ладно, Гордон. Всё, можно идти. Мне придётся идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, чёрт. Шапку свою надень. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Да пошёл ты нахрен. Ящик, чтобы выбраться через окно. Иди на площадь. О. Я тебя позже найду. Прикольно. А как мне выбраться? А где окно-то? А, вот. А, нахрена мне окно нужно, если я вот тут и так неплохо пойду. Опа. А, вот окно. О, прикольно. Слушай, классно сделано. Эм. Круть. Эм. Не разбивается. Ну, ну. О, тут всё на Е делается. Внезапная загрузка, очень, да. Я забываю, что я играю не в новую игру, и, типа, тут загрузка как бы происходит постоянно. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. И чё мне делать с ним? Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Ты чё, псина? Ты чё бьёшь меня, а? Не понял, ты... Чё мне с ним делать-то? К чему я готов? Я вообще ни к чему не готов. А как кинуть? О, блядь. Бубашки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Смехуй, ёлочки. Удавил меня по голове, блин. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. И куда мне идти-то? Мап есть? Нету мапа. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Я думаю, что мне нужно идти вон туда. Он требует планирования и обдумывания, что идёт в разрез с нашими психологическими установками. О, блядь, нафотографировали. Может быть, инстинкт это истинный враг. Собака такая. А как мне туда зайти? Куда мне нужно идти для начала? О, сюда что ли? Когда мы делали первые орудия, готовили скутную пищу на скре. И вздрагивали от теней и рачущих на стенах. Иди отсюда. А может быть, я что-то не понимаю? Мне нужно было пойти в лабораторию. Мне нужно было пойти к этому доктору. И теперь мы видим его истинную природу. Ну, поскакали в лабораторию, хрен. Пошёл вот отсюда. Эта дура за мной летает. О-о-о-о. Блядь, разбей давай, ющи. Блин, она один хрен за мной летает. Ребятки какие-то стоят. Вы что тут? Пациенты, что ли? Вы-то здесь зачем стоите? Мне куда идти нужно? Расскажите лучше. О-о-о, криповая. Какая хрень. А может мне туда? Восстанавливаю порядок. Да слышь ты, порядок восстанавливай. У себя в голове порядок восстанови. Я тебе что плохого сделал вообще? Внезапная загрузка. Мне внезапно загрузилось всё. Вот, опа. Значит, я иду туда. Туда, куда мне нужно. Возможно туда, возможно сюда. Я думаю, что всё-таки... Я думаю, что не туда. Я думаю, что вниз. А, нет. Это просто вход. Да, это просто вход. Значит, мне нужно идти всё-таки наверх. Значит, мне нужно идти на... Кто там чё-то кому ломает, блин? Что же вы там делаете? Да изверги, блядь. Я чувствую несколько несказанных вопросов. У меня есть подозрение, что я иду не туда. Я думаю, что легалый. Он на нашей стороне. Я вообще не на чьей стороне. Я просто пойду. О, здорово. Я бы что могу. Я просто иду. Куда иду? Хреново не просып. Какой зад... Ну, и чё? О, блядь. А как на крыше-то? О, блядь. Меня чё, все ловят, что ли? Давай сюда, быстро. Я иду, иду. Давай быстро на крыше. Я бегу даже, можно сказать. Я даже не... Чё-то как-то всё внезап... Чё-то как-то всё внезапно получается. То есть я как бы вроде... Вроде шёл просто. Гулял. Блядь, серьёзно, что ли? Да ты чё? Да да ладно, да ну. Какие вертолёты? Вы о чём вообще? Ну, куда-то сюда нужно бежать, потому что, ну, здесь единственный маршрут, так сказать. Ой, ты чего? Беги. Беги! Дура! Я не специально. Всё, да. С концами... А. А, где я? Где-где-где-где-где-где я? А, вот, вниз надо бежать. Я же не думал, что он так прыгнет. Он, блин, упирается в эти углы долбанные, и всё, и не бежит. Я прыгнул просто в сторону, а он вообще прям в сторону прыгнул. Вот опять, вот, чуть-чуть-чуть, ещё бы чуть-чуть, и я бы упал бы, и всё бы тут. Ну, конечно, да... О, блядь. О! Ээээ... Мятеж. Какой мятеж, блин? Я вообще ничего не делал. Я просто... Я просто бегу. О, блядь! А-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Не бей меня, пожалуйста! Всё? Хе-хе-хе. Я это самый. Ребят. Ну... Хе-хе-хе. Мне, вроде, некуда было бежать. Я... Был в запертии, я был в ловушке, я был... Да! Это меня просто так ловили. Нет. Нам надо спешить. Я Дима. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Чё меня толкаешь, дура? Нихрена себе ты их раскидал. А ружьё мне можно взять где-нибудь, нет? Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Серьёзно? Да... Вообще никто не подумал, что у меня нет карты. Я просто как дурачок бегаю. Здорово. Со мной никто не работал, я там не работал нигде. Вы чё такое говорите-то? Да я вообще молчаливый по жизни просто. О, здорово, дядька. Ты везде по телевизору показываешься. А тут ещё и тут нарисованный. Ну-ка. Помнишь его по чёрной мезе? Старого администратора? Я помню его по картинке вон на телевизоре. О, Борн. Чёрное мезо я хотел, кстати, поиграть в X, но чё-то как-то она... Не знаю, как-то она прям... Знаешь, это... Типа, как играть в последнюю часть игры, когда ты не играл вообще ни в одну из частей... Ну, как я сейчас, в принципе, делаю. Я в Half-Life 2 играю, хотя я в первую не играл вообще почти ни разу. Я играл, чё-то там пострелял в кого-то. По-моему, там надо было в кого-то стрелять. Вот это единственное, чё я помню. А чё ты там встал? Мы помогали людям сбежать из города пешком. Ты ж и занутая, блядь. Там лестница вообще-то есть. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Чё ты придумала-то? Кирпичную стену, которая открывается? О! Давай я куплю тебе воды. Купи. А лучше кофе. Эспрессо, пожалуйста. И да, кстати, рада познакомиться. Да уж. Я не очень рад с такой познакомиться. Ты меня только что... Блин, я выйти не могу. Ты меня обманула, блин. Ты мне воды собиралась купить. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. Дарова, дурачок. Всё в порядке, доктор Клявер. Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Вообще-то я здесь тоже есть. Ламар снова сбежала из клетки. Не знаю, я барни подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже. Гордон Фриман. Это в самом деле ты? Нет. Я нашла его снаружи. Это обман. Блин, да чё ж вы все тут все таки... У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит к собой неприятности. Которая, тут лестница была. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Я знаю. А Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, доктор. Какой телепорт? Куда я сейчас полечу? Объясните мне, пожалуйста. Мой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты где. Чёрт, Гордон, ты разворошил улей. Какой я улей разворошил? Я вообще с пчелами на вы, блин. Я не умею с ними разговаривать. Я сейчас под угрозу всю нашу работу. Именно, парни, это великий день. Слышь, ты чё меня подставляешь вообще, а? Иди, говорит, к профессору. Я как к нему должен был идти? Я не работал. Это точно. Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он всё-таки не на прогулку идёт. Можно ему и костюмчик взять. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Я немножечко отвлёкся от игры. Просто потому что. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. Идать тщетно. Убери от меня эту дрянь. Привет. Давай, детка. Запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ломар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить её выйти оттуда, уйдёт ещё неделя. Если повезёт, то и дольше. Ты дурак, что ли? Откуда выйти-то от этого вентиляции? Ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Надеваю. Надел. Ох, нихрена себе, как я быстрых надеваю костюмы эти. О, какой красивый ты сейчас. О, жизнь появилась. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Серьёзно? Он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нём изменил. Шутник, блядь. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит... Ой. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. До окна это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источника питания Альянсов, которых полно в местах патрулирования. Где зарядка? Вот зарядка. Чё так... Ничего себе. Пока пора взяться за работу. А дальше-то чё, не зря уезжается? Батарейка села, что ли? Или что? Куда бежать-то надо? Кого стрелять? Кого убивать? Я уже в конце концов... Это шутер, блин, а не... Это, блин, а не... Не в сим-сити я всё-таки играю. Дайте пистолет я буду убивать. Быстро. Быстро мне. Ну, ты чего? Эй, женщина, пусти меня, пожалуйста. Я хочу с тобой. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. С какой той-то хоть, блядь? Айзек, ты там? Нет. Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрёт наш лоб. С какой той панелью, объяснили? Эээ, это же не то, о ком я думаю. Он самый. И мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочёрки. Ты готов нас принять, папа? У нас всё готово. Ну так вперёд. Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. По-моему, я должен был быть вон там. Мы должны выбрать верные параметры манифольда для базы ЦИ и орбифольда ЛГ. Тогда ты тоже самое говорим. Эй, да, кстати. Насчёт кошки. Два, один, бу, о господи, что на этот раз? А, доктор Штепсель. Штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнёшь Штепсель. Всё готово. Делов то, блин. Я вообще, это, электрик. Давай, Гордон. За что дёрнуть? Куда дёрнуть? А, рубельник. Юлов то. Вот играем уже 20 минут. И ничего не произошло. Дальше почему? Потому что я, блин, не понимаю, что здесь сделать нужно. А ещё здесь очень долго всё происходит. Просто. Всё. Померла девка. Была и нету. Ну-ка. Ну как? Получилось? Сам посмотри. Эй, Доп. Ох, слава богу. Как гора с плеч. Да. Могли бы убийство повесить. Типа, по неосторожности. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переподелись. Какой я способный ассистент? Я же Тепсель этот воткнул. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Какой ты же остряк, конечно, вообще. Дети так научили просто. Не могу. Поехали. Давай. Давай запускай, ёлки-палки. Естественно. Один. Дёргай за рычаг. Давай. Кстати, рубильник как был в левой стороне, так он и остался в левой стороне. Отпуэр, отправьте вы меня. Отправили меня куда-то не туда. О, у вас там чё-то всё плохо, как-то, да? Гордон, не двигайся, мы тебя вытащили. Не может, это утягивает? Ничего меня не утягивает? Что это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Дей, дей, он вернулся. Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвёт на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? И день, если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели... Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну, тогда... Где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Не, долго объяснять не нужно. Я побежал. Блять. Спускайся, говорит, вниз. И дальше ничего делать. В общем, целом... И чё? Не пойму. А как дальше-то? Не настолько я маленький, когда приседаю. Там кто-то вышел из двери, я слышал. Чё тебе надо? Иди в сраку. Я вообще-то здесь перелезу сейчас. Чё надо тебе? Да что тебе? Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Хорошо. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошёл, но нужно присмотреть за кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в чёрной мезе. Охренеть, ты дал мне лом, надёжный друг. Ну всё. И это я могу ломом управляться. Но мы продолжим управляться этим ломом в следующей серии. А сейчас давайте мы закончим. Продолжим вот это вот всё дело, весь этот экшен в следующей серии, в общем-то. Она... Чё-то я хотел сказать, но ладно. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok